Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, перед которым мы ходим, во имя которого мы собраны, именем которого мы получаем всякое благословение и на земле, и благословены на небесах, за что слава ему и благодарение. Когда брат Николай призывал к молитве или молился, он, знаете, зацепил такое больное для меня, о чем я много рассуждаю, много думаю, о чем я немножко говорил в прошлое воскресенье, он говорил о поклонении Отцу в Духе и Истине, о тех поклонниках, которых ищет себе Отец. Братья и сестры, это очень важный момент, и очень важно наблюдать, какой я поклонник. Я просто вкратце скажу некоторые мысли. Поклонение бывает разное, поклонение бывает даже и оскверненное. Что я имею в виду? Когда мы рассматриваем свое сердце, если мы находим, там есть обида, есть недовольство, есть непрощение, и мы приходим к Богу на поклонение, скажите, кому оно нужно? Кому такое поклонение нужно? Очень часто, братья и сестры, происходит поклонение через моду, происходит поклонение еще через определенные стили музыки, направления музыки. Поклонение получается оскверненным. Богу такое поклонение не нужно. Отец ищет себе поклонника, который будет поклоняться ему в Духе и в Истине. Вместо священного писания, которое я прочитаю, записано в притче, 4 глава, 23 стих, довольно-таки знакомое. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни сердце твое. Братья и сестры, я вспоминаю такой пример, довольно-таки интересный. Не знаю, насколько он правдивый, я слышал его. В один ювелирный магазин залез вор. И что удивительно, он в этом магазине ничего не взял совершенно. Работники, когда пришли в этот магазин, открыли, они поняли, что что-то здесь не то. Что кто-то здесь был, посторонний человек был здесь, но они ничего не могут понять, в чем дело. Он всего лишь поменял цены. Более дорогое он перевесил ярлыки, повесил более дешевое. И больше ничего не взял. Они не могли понять, что происходит, братья и сестры. Нечто подобное иногда происходит в нашем сердце. То, что очень-очень дорого становится для нас какой-то дешевкой. Мы платим вообще ничего за это. Ну а то, что вообще ничего не стоит, мы отдаем и средства, тратим силы, энергию и так далее. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы приходим на служение, каждое воскресенье, среда, пятница. Мы ищем Господа, братья и сестры. Но важность, важность, с каким сердцем мы приходим? Наблюдая за людьми, беседая с людьми, рассуждая с ними, с верующими людьми, у которых есть большой христианский опыт, большой христианский стаж, наблюдая, что есть и обида, есть и непрощение, о чем я говорил немножко. Есть разные многие вещи, и люди ходят в церковь, годами ходят в церковь, приходят на поклонение к Богу, но к ним мысль никогда не приходит для того, чтобы пересмотреть свое сердце, очистить. Совсем недавно я заезжал к одному, как у вас называется, фермер или человек, который занимается хозяйством, выращивает фрукты, овощи. Я обратил внимание на его огород, я говорю, довольно-таки чисто, картошка вся высохла, довольно-таки неплохо. Он говорит, да, совсем недавно, говорит, все прополол, говорит, было чисто, повырвал все, но, говорит, опять проросло, опять прорастает. Братья и сестры, когда мы не наблюдаем за нашим сердцем, в нашем сердце есть много вещей, которые прорастают, сами себе прорастают. Почему, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Господу, очень часто мы не слышим Его голос? Почему, когда мы приходим в церковь, для того, чтобы искать лица Господня, мы не слышим, что Он говорит нам? Почему-то двери нашего духовного сердца, духовного уха или нашего уха сердца, они как-то закрываются, и мы не можем получить то, что говорит нам Господь, а Он говорит и постоянно говорит. Мы очень часто судим служение. Ох, сегодня служение было благословенное, духовное, хорошее. Тот и тот присутствовал, нету проповедника хорошего и служения как-то нехорошо, или как-то плохо сегодня говорили, и я ничего не услышал. Ну, неважно. Братья и сестры, обидцы, Господь говорит постоянно. Господь говорит постоянно. И даже в каких-то мелочах, даже в каких-то деталях Он говорит нашему сердцу. Почему мы не слышим Его голос? Несколько лет назад я вспоминаю один такой очень интересный момент был у нас в церкви. Мы готовились к празднику жатвы. Знаете, живя, как кто-то из братьев сказал, в стране полуобетованной, вроде бы все есть, изобилие всего. Наши сестры приготовили, украсили сцену. Довольно-таки красиво все, но не хватило фруктов, овощей, ну не хватило как-то. Я говорю, слушайте, надо поехать купить. Они, да ну, Володя, перестань. Мы сейчас поедем, там они назвали какой магазин, мы купим. Поехали. Они привезли целый большой мешок декораций. Вся пластиковая. Я взялся за голову двумя руками, говорю, сестры, что вы делаете? Праздник жатвы, у нас приготовлено здесь все. А вы такое дело здесь организовали. Как? Мы будем молиться за все это. Володя, ты ничего не знаешь, занимайся ты своими делами, а мы своими. Сделали все, украсили. В пять часов утра я проснулся с одной мыслью. В воскресенье, пять утра, с одной мыслью. Какой магазин открыт для того, чтобы поехать купить нормальных вещей, нормальных фруктов, овощей и доложить сюда. Ну нехорошо как-то, пластик лежит. Вы знаете, очень красиво выглядит этот пластик. Господь заговорил ко мне. И Господь сказал, говори о том, что есть. Говори о том, что ты видишь. Я говорю, Господи, пластик, говори об этом. Братья и сестры, я начал говорить об этом. У нас было много гостей, посетили гости, много было. Из этих гостей никто не понял то, что здесь на сцене все это украшение, оно было, ну, подмешано с чем-то. Даже когда мы убирали эту декорацию, вы знаете, до такой степени искусственно сделано, что не отличишь, где настоящее, где поддельное. Даже вес одинаковый. Убирая одно яблоко такое, я увидел детские зубы. Кто-то даже успел и кусануть, и понял то, что это не то. Братья и сестры, почему я так говорю? Оно выглядит как бы смешно. Но сколько в наше время декораций в церкви. Вы посмотрите, насколько люди стараются что-то украсить. Украсить хорошо служение, чтобы было все гладко, красиво. Украсить то, другое. Но внутреннее состояние, больше всего хранимого, храни сердце твое. Никто почему-то на это не обращает внимание. Годами мы входим в церковь по привычке. Годами происходят некоторые вещи. И мы на них не обращаем внимания, потому что сердце наше закрыто. Закрываем сердце почему-то. Говори об этом, братья и сестры. Когда рассматриваешь эту декорацию, декоративное и настоящее, живое, ты видишь разницу большую. Когда посмотришь так, незаметно ничего. И то красивое, и то красивое, знаете, запах другой. Вес одинаковый, а запах другой. Когда понюхаешь, ты чувствуешь аромат этого плода. Когда ты берешь декорацию, пластик этот, ну, пластик, нюхай, не нюхай, запах краски может какой-то и есть. Когда берешь этот плод в руки, братья и сестры, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы почувствовать его вкус? Разрушить оболочку, то есть надкусить что-то. Скажите, братья и сестры, приятно ли нам, когда нас надкусывают, когда нам причиняют боль? Приятно ли это нам? А ведь для того, чтобы ты дал вкус, подал вкус, кто ты есть, дал свое содержание. Вот такие вещи происходят. И очень часто, братья и сестры, когда что-то идет не так, как мы желаем, по нашему сценарию, по нашему хотенью, вы посмотрите, что выплескивается из нас иногда. Очень нехорошие вещи. А Писание говорит, чтобы мы больше всего хранимого хранили сердце твое, потому что из него источники жизни. И Писание говорит, что из сердца исходят, из сердца исходят некоторые нехорошие вещи. Вы посмотрите, как легко узнать наше содержание. Стоит надкусить оболочку, стоит порвать ее и покатилось. Следующий момент, очень интересный, когда рассматриваешь все это. В этом плоде есть внутри семя, которое способно дать жизнь следующему поколению, другому. Братья и сестры, скажите, какое семя мы носим в себе? Способны мы ли передать кому-то что-то? Или мы годами можем ходить в церковь, и, как кто-то говорил, слава Богу, еще никто не догадался, что я верующий. Семя, которое мы носим, очень важно передавать, сеять. Семя, если оно не умрет, оно останется одно. А если оно умирает, оно приносит плод, оно дает свой результат. Братья и сестры, большая разница между декорацией и между натуральным плодом. Большая разница. Декорация, она очень красива, красиво выглядит. Ей можно хорошо украсить все. Даже не заметят то, что это подделка, не заметят. Но есть один момент. Декорация, она временна. Декорация, она временна. Ее собрали и выбросили, или положили в кладовку, и она больше никому не нужна. Семя, которое находится внутри, оно способно дать плод. Оно способно дать рост следующему поколению. Сравнивая дальше жизнь человека и вид плода, возьмите вы яблоко, братья и сестры, надавите вы на него. На яблоко, на кожуру. Что оно получит? Что вы увидите на нем? Вы увидите синеватый такой потек, или желтоватый сначала. Потом оно начинает как-то больше и больше и больше. Потом гниль получается. Братья и сестры, оно напоминает нам, нас с вами, то, что мы живые люди. И когда на нас давят, когда нам причиняют что-то неприятное, мы терпим что? Мы терпим боль. И это нормально. Только другая сторона. Что мы можем сказать в ответ на эту боль? Что мы можем сказать в ответ на эту боль? У нас есть переживания, у нас есть волнение, у нас есть какие-то моменты, братья и сестры. Но есть тот, кто выходит навстречу. Есть тот, кто слышит твой голос, слышит твои молитвы. Послушай, даже если тебе очень больно, никогда не останавливайся, никогда не сдавайся. Наблюдай за своим сердцем. Наблюдай за ним, потому что там источники твоей жизни. Братья и сестры, вторая сторона человеческого сердца. Когда мы читаем священное писание, пророк Исаия об этом говорит. Христос подчеркивает эту же мысль и говорит, что огрубело сердце людей. Имея уши, они не слышат, и глаза они не видят. Оказывается, братья и сестры, наше сердце может и грубым стать. Не чувствительным ко всему, что происходит вокруг. Не чувствительным к тому, что Господь говорит. Вы посмотрите на книжников и фарисеев, на духовенство того времени, верующих людей, народ израильский того времени. Что произошло с ними, что они, видя своими глазами, не видели ничего. Слыша своими ушами, они не понимали, что происходит вокруг. Верующие люди каждую субботу посещающие синагогу, молящиеся Богу, поющие гимны и псалмы, и что-то с ними произошло. Братья и сестры, как быстро происходит подмена, как быстро может произойти ритуальное служение, когда Бог перестал говорить со мною, когда Бог перестал говорить в мое сердце, «Кто виновен в этом?» Виновен человек. Виновен я. Потому что, идя по этой жизненной дороге, по этому жизненному пути, допускаю некоторые моменты, допускаю то, что приходит в мое сердце. А в сердце может прийти и обида, в сердце может прийти и зависть, в сердце может прийти и раздражение, В сердце может прийти и гордость. И мы можем годами ходить на служение, вот в таком состоянии, с таким букетом. Приходить и говорить, а Господь сегодня ничего не говорил. Как-то беседуя с братьями, они мне рассказали очень интересный пример с вашей церкви. С вашей церкви. Говорит, началось служение и пошла молитва. И промолились два часа. Я не знаю, я не видел. И кто-то сказал, что ну вот, испортили все служение. Братья и сестры, состояние человеческого сердца. Что важнее перед Богом? Обычай, ритуал, служение, литургия какая-то, которую мы совершаем. Или услышать, что скажет Он во мне. Услышать, что Он будет говорить моему сердцу. Когда приходит грубость. Когда наше сердце чествеет. Что происходит с Ним, что я не замечаю то, что там уже непорядок. Что происходит? В какой момент это происходит, братья и сестры? Оно происходит незаметно, постепенно, по чуть-чуть. Там немножко, здесь немножко. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. А, и на то закрыл глаза, и на это махнул рукой. И прошел мимо. Вы посмотрите, как незаметно приходит состояние, когда ты не слышишь голос Духа Святого в своем сердце. Как незаметно приходит то состояние, когда я не слышу больше Господа. А я хочу что-то получать в служении. Я хочу, чтобы что-то происходило. Я выстраиваю свои планы. Я выстраиваю какие-то свои требования к Богу, чтобы Господь говорил так или иначе. А Господь говорит очень просто. Послушай, наведи порядок в своем сердце. Я хочу говорить с тобою. Я хочу быть в твоем сердце. Я хочу, чтобы ты слышал мой голос, когда тебе хорошо. Я хочу, чтобы ты слышал мой голос, когда тебе плохо. Я хочу беседовать с тобою. Братья и сестры, перед нами молитва. Больше всего хранимого Соломон говорит, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Каково твое сердце сегодня? С чем ты сегодня пришел на это богослужение? Посмотреть на хор, посмотреть на красивое пение, Посмотреть на братьев проповедников, которые будут говорить. Посмотреть на братьев, сестер. Или встретиться с кем-то, потому что он запланировал встречу только в воскресенье. Можно этого человека поймать в служении. Или я пришел для того, чтобы услышать, что скажет он во мне. И мне отвечать по жалобе моей. Братья и сестры, а он каждый раз приходит на служение. Он каждый раз приходит для того, чтобы встретиться с тобой. Чтобы дать тебе ответ на твою нужду. Чтобы сказать тебе слово для того, чтобы ты мог жить. Чтобы твоя жизнь была благословенной. Чтобы твоя жизнь была исполнена его благодатью и силой его. Братья и сестры, Господь богат благодатью. Господь богат своей милостью и своей силой. Почему твое сердце закрыто? Почему ты не открываешь и не даешь ему простор в своем сердце? Посмотри, что держит тебя. Посмотри, что держит тебя. Больше всего хранимого храни сердце твое. Когда сидишь в служении, храни сердце твое. Когда находишься дома, храни сердце твое. Когда ты на работе, храни сердце твое. Когда ты общаешься с неверующими или с верующими, храни. сердце Твое, потому что из Него источники жизни. Пусть благословит нас Господь, братья и сестры, и пусть поможет нам смотреть, что у нас в сердце, пропалывать наш огород, чтобы оно приносило добрый плод в любое время и в свое время. Склоняемся для молитвы, молимся.